Дендрассат Дендрассат Здравствуйте! Гинзи Гинзи – это человек, влюбленный в растения Представьте, ему уже 80 лет было, и он через scat он прям перри плывал. всегда приветливые улыбчивые вот своей добротой он притягивал к себе герберт иванович еще будучи ребенком увидел как-то на елке игрушку золотистую елочку из фольги и сказал отцу что когда-нибудь непременно он такую найдет на что отец ответил что сынок нужно все-таки ставить цели реальные таких природе не бывает сейчас четвертом году он вышел на пенсию вообще для мужчин выход на пенсии это всегда удар и это не прошло бесследные герберта у него случился инфаркт и сухих борисы любит ну чё делать давайте пусть он здесь ходит в саду дышит воздухом как где-то ну среди зелени может чтобы он поднялся и что вы думаете герберт иванович всех пережил все это да у него была своеобразная шаркающая такая походка но тем не менее голова у него была светлеющая эта история про мечту которая стала реальностью продела жизни которое пережило своего создателя и процветает по сей день в прошлом веке омску повезло когда-то давно в годы войны среди немецких переселенцев по неволе ехал в сибирь герберт гензе в 1941 году выдающийся агроном тендролог оказался в омске одержимой идеей превратить один из ключевых городов тыла в настоящий город сад и назло скептикам у него получилось на сегодняшний день осталось не так много архивных фотографий герберта гензе но в 1987 году студия документальных фильмов сняла сюжет про знаменитого дендролога я садовником родился когда я приехал в омске тут было голое место степь пыль и негде было даже отдохнуть по зерну было очень много людей по зерну а по гендрологии сейчас нету получить дерево это одно положение но довести его до соответствующей кондиции это совершенно так сказать другое вот эта елочка уже 12 лет вот 12 лет мы ее выращивали если загубить это будет преступление тем более понимаете вот такая красота такая великолепная окраска хвои мы жили соседями я его знала давно ну близко не знала когда я перешла к нему работать тогда мы уже более в контакте с ним были я была помощница его для него по моему больше ничего не существовало только растения вот он бывало гуляет под эндерсаду станет в одно дерево он может час полчаса просто я че он там думал потом пойдет к другому дереву также может простоять несколько минут несколько часов такой он был интересный человек в общем но строгий ко мне он строго относился если что-то к рабочим он строгий был я хочу сказать что у него вот у герберта ивановича было фундаментальные такие знания о которых может все вот все те кто здесь существует могут все позавидовать потому что он учился в гимназии он знаете знал три языка но свой немецкий это естественно он прекрасно говорю по-французски с акцентом говорил по-русски и у него была феноменальная память вы понимаете все что было 40 60 70 лет тому назад он такой точностью помню хотя вот своеобразие было в том мог мог пообедать и потом меня спроси что ты кушал на обед он не вспомнил а то что было 70 80 лет тому назад это безупречно отвечал тогда еще не дентропарк назывался совхоз декоративной культуры вот ну и очень меня попросили как бы вести фотолетопись этого парка вот но и я фотографировал сотрудников потом надо было вот гензи сфотографировать я говорю надо вас сфотографировать он говорит нет 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 мне надо переодеться потом давай вот завтра понимаете все я пришел пошел дождь в общем как бы мы перенесли съемку и вот я сфотографировал его он конечно интересный очень человек коллекция у него ему посылали всякие растения значит а мы сели садили черенковали вот тополя перимедальные мы черенковали вот эти елочки голубые мы выращивали которые потом пошли по городу и все посевами занимались работа конечно интересная была и в общем коллекцию он доверял только мне я уже как была у него и сел и садила и все это под запись потом он с меня спрашивал где что как так что так мы с ним и работали коллекция в совхозе декоративной культуры действительно была собрана со многих уголков мира в 1980 году в газете правда вышла статья о герберте ивановича живи на зеленой земле где только не побывал генза в хабаровске чете улан-удэ львови талини риги и керчи в латвийском тукумсе заинтересовался зимней прививкой роз из-под руссковца привез черенки плакучей ивы сайпетри семена можжевельника 12 видов боярышника подарили ему в ташкентском ботаническом саду там можно было и осень снять и белочек снять там и так далее все это и людей очень а там уже были поля роз это очень красиво у меня есть там они но любимая фотография вы же знаете вот она здесь какая-то жизнь чувствуется вообще-то он не любил фотографии он сам фотографировал вот не любил он кислород у нас выделяют зеленые насаждения в целом до деревья произрастающие на всей планете земля зеленые насаждения функциями да их является это снижение шумовой нагрузки снижение загрязнений в городе да то есть они хорошо улавливают пыль ну и также в целом зеленые насаждения для города создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе трудно переоценить работы выдающихся агрономов и селекционеров которые начинали здесь трудиться в том числе и герберт иванович генза в то время работы по озеленению городов только начинались и они были первопроходцами они акклиматизировали те растения которые пригодны для озеленения крупных площадей выводили новые виды то есть проводилась грандиозная работа и результаты их трудов можем с вами сейчас наблюдать здесь наша задача сейчас основная это сохранить данную территорию в этом виде для потомков я хочу подчеркнуть что вот этот сад это не заслуга одному человека вот все вот возносят генза генза герберт иванович да слов нет он как засмотрел он много сделал для сада но это коллективный труд он ни один бы ничего не сделал то люди которые приезжали озеленять сибирь вот ехали из европейской части советского союза именно сделать сибирь красивым местом мама была главным агрономом в совхозе декоративные культуры у нее была очень большая территория нужно было отвечать за все посадки которые проводились в этом совхозе по сути это единственное место где выращивались цветы для омска в одной из газет я прочитала это было уже в восемь втором году маме вышла статья штрихи к портрету и тут они рассказывается как об экскурсоводе начинать работать экскурсоводом было нелегко но у меня был хороший учитель герберт иванович гензы герберт иванович с увлечением рассказывает о судьбе о характере каждого деревца совсем как о человеке у него был накоплен материал по истории развития совхоза выращиванию цветов сколько сил было вложено в совхоз декоративной культуры которые между собой работники по простому называли дендросад в фильме я садовником родился рассказывает сам герберт генза и вообще выращивание деревьев это же вековое дело что нельзя я вот сейчас не знаю как понимаете кому передать это наследство все потому что она создана в течение 50 лет надо доделывать экспериментировать прикладывать к ним очень большой труд не хлебом единым человек сыт не хлебом единым омское чудо город сад удивляются даже специалисты а секрет простой среди тысяч горожан должен быть хотя бы один подвижник вот здесь вот за елками был орло грецкий орех вы представляете у нас сибири резать грецкий орех и они даже плодоносили но в силу того что он теплолюбивый он у нас был в стилище форме но не буду называть имени кто начальника нашего но городских вот он вышел вот здесь вот загородка была и вот он это говорит что такое ну ему такой гордость объясняет это вот грецкий орех а почему он такой ты типа того что лезет он же орех до я был на кавказе орех должен быть большим ну вот у нас так убрать да как же так вот это вот столько лет это сам гербит там еще раз и убрать чтобы не позорили грецкий вот понимаете ну вот случае где-то восемьдесят третьем году я приехал снимала этот сад и встретился с гензи и очень это шли мы здесь вот здесь аллея была здесь видите сейчас все просло вот и увидел грушу я говорю я говорю а можно как говорится покушать он говорит пожалуйста но я скушал и что-то подавился и вот она идет впереди а я прыгаю прыгаю понимаете а он говорит ты чего прыгаешь и когда я подавился я понимаю что я говорю водички бы он говорит ну ладно все пройдет вкусно груша была как вы часами сейчас она все-таки имеет сок а тогда сухая была груша ученые на самом деле люди очень увлекающиеся и не лишены юмора как-то у нас в гостях в прошлом году был константин родионов он был один из любимых учеников герберта ивановича гензе и я естественно не упустила возможность пора спрашивать и его о некоторых интересующих меня экземплярах посмотрите вот кстати вот эта ель да как она интересно завивается то есть два ствола получается практически от одного корня и он мне рассказал что он привил в расщеп две ветви поинтересовавшись с какой целью он это сделал я получил ответ решил побаловаться решил пошалить вот и забил между собой просто было интересно как она себя поведет и несомненно визитная карточка нашего дендросада это однозначно вот такая замечательная ель золотистая форма золотистая форма потому что не сорт потому что она в общем то у нас единственная такая в своем роде герберт иванович и трудился над ней более 30 лет и как это получилось что удалось ему вырастить вот такую замечательную ель и представьте себе сбылось про знаменитую елочку ветки которые украшают желтые иголки еще несколько лет назад виктор гоношилов написал очерк золотое исключение а в этом году учениками анимационной школы был создан мультипликационный проект при создании сценария дети черпали вдохновение из рассказа писателя это очерк был о том как появилась у нас в омске замечательное дерево так называем золотая ель гензе ну конечно в любом случае я польщен тем что мой очерк стал основой для создания мультфильма вполне полноценного смотрибельного мне он понравился вот самую пушистую елочку принес папа а почему она не золотая как это золотых елочек не бывает сынок а я когда вырасту обязательно найду такую мультфильме только озвучивал пожилого гензе ну это выглядело вполне серьезно меня записывали несколько раз давали текстовку девушки записывали как они накладывали этот звук на изображение не знаю но то что дублей сделано было достаточно это точно не бойтесь мечтать идите к своей мечте не забывайте свою мечту хольте и велике став целью она непременно сбудется когда процесс начал идти полным ходом я понял что мне проект нравится я начал в нем активно участвовать и нужно было очень близко познакомиться с биографии гензе чтобы понимать о ком идет речь чтобы понимать персонажа чтобы хорошо его нарисовать то есть его мимику его эмоции нужно было выражать на работа заключалась в обработке материала которые мы получали и описание сценария то есть как у нас будут делать действия больше всего понравилась работа в команде ощущение то что ты причастен к большой анимационной машине которая делает мультфильм он очень трудолюбивый это и заключалось в основе нашего мультфильма дети подошли к работе очень серьезно на самом деле они захотели узнавать все больше и больше читали биографии мы стараемся сделать так чтобы была показана детям настоящая командная работа как у взрослых то есть дети разного возраста от 10 до 17 лет каждый выполняет свою роль то есть настоящая командная работа дети с ней справляются впервые с жизнью и деятельностью герберта ивановича гензе я познакомилась 2013 году когда работала над биобиблиографическим очерком посвященным ему я столкнулась с проблемой разночтения датах жизни и смерти герберта ивановича а что касается даты смерти то она и вовсе отсутствовала в источниках указывался лишь год его смерти 1997 поиски в интернет привели меня на страницу на аккаунт наталья раушен бах она является родной внучкой герберта ивановича я списалась с натали и она подтвердила что действительно дедушка ее родился 31 мая 1904 года в маркштадте ныне город маркс саратовской области и умер он 6 июня 1997 года в городе лукао германии и как она написала мне что до последних своих дней дедушка работал в саду потому что никак не мог расстаться своими елочками также в переписке она спросила у меня знаем ли мы о том факте что герберта ивановичу свое время была присуждена престижная премия дендрологов я написала что конечно это общеизвестный факт а мечи гордятся что наш земляк в свое время получил эту премию на что она так с горечью мне написала что а премию то ему присудили она получить он ее не смог и я цитирую наталью она написала но он же был немец вы понимаете его не допустили к этой премии и по ее настроению я поняла что вот эта обида за своего родного человека она до сих пор живет в семье герберта ивановича в 2011 году было принято решение придать статус данной территории особо охраняемой и возложить три основные задачи это сохранение природного комплекса в естественном состоянии сохранение редких видов растений и проведение экологического просвещения и образования что вообще для вас красота любовь что еще любовь просто я говорю я просто вот сегодня как будто не помню радости столько в душе не помню когда мне такая была радость даже когда я зашла в дендр сад я его правда не узнала но все равно вот как бы родное все такое и вот радость необыкновенная радость но для меня это память прежде всего память о том что хотя бы дендр сад сохранился мое детство для меня это вот уголок природы который украшает омск и у меня когда гости приезжают всегда я их виду в дендр сад мой когда ты прожил здесь вот именно полном мете слова работал и и потом когда ты ушел и все время царапает понимаете вот идешь вот это вот было бы так вот это надо сделать так вот это вот и где-то что-то радует а где-то что-то огорчает и поэтому лишний раз царапать не хочется быть я откровенно мне очень нравится гулять по нашему дандросаду чувствуешь какое-то единение с природой потому что находясь среди таких необычных интересных и огромных деревьев невозможно испытывать что-то другое много разных растений представлено их можно прямо в городе омске увидеть мало кто знает надо чаще рассказать людям про это красивый сад очень ухоженный есть где погулять отдохнуть от суеты городской все очень зелено прекрасно а можно уединиться с природой ну там классно там просто драйв получаешь определенный потому что если плохое настроение прошелся и уже настроение повышается и мне кажется что даже здоровье становится таким благополучным ну классно-классно прекрасное место просто прекрасно чистая природа множество разных растений причем которые нигде больше не встретишь и и мне кажется он хороший именно в таком виде как он есть сейчас как не тронутый человеком практически там можно увидеть то что не увидишь больше нигде а вот и мне кажется его не нужно благоустраивать потому что он прекрасен таким как он есть сейчас этот островок природы который скрыт за заборами наверное специально прячется от людей чтобы его никто не испортил умиротворение восхищение природой ощущение единения с природой это очень здорово